На телеканале Юганск новости в студии Кристина Кочарова. Здравствуйте. В начале коротко об основных событиях четверга. Население нашего округа впервые в его истории превысило 1 миллион 600 тысяч человек. Югра в лидерах Наталья Комарова отчиталась о работе правительства за прошедший год. Берется, вырезается пломба, как керн в бурине вырезается, и по частям он рассматривается в лаборатории под микростопом. Большой ремонт. Как будут оценивать качество нефтьюганских дорог? Очень интересно узнавать что-то новое, учиться этому. Тем более, что-то такие необычные вещи, которые можно сдавать своими руками, это всегда интересно. Цветочная фантазия. Педагоги нефтьюганска взяли в руки холодный фарфор. В Ханты-Мансийске состоялось 43-е заседание окружной думы. Глава региона Наталья Комарова в формате видеоконференции отчиталась о работе правительства за 2014 год. Итоги были подведены по всем направлениям деятельности, как муниципалитетов, так и самого субъекта Российской Федерации. В своем выступлении глава региона отметила, что по многим показателям Югра опережает другие субъекты Российской Федерации. Так, по итогам года мы занимаем шестое место в стране по приросту населения. Нас больше и живем мы дольше других россиян, заявила Наталья Комарова. Третий год подряд в автономном округе вводится в эксплуатацию больше чем по миллиону квадратных метров жилья, обеспечивая тем самым условия для растущих югорских семей. В 2014 году на свет в Югре появилось 27 770 малышей. Население нашего округа впервые в его истории превысило 1 миллион 600 тысяч человек. Не менее актуальная задача для автономного округа – повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства. По данным РСТ, более 11 миллиардов рублей потенциальных и необоснованных затрат потребителей было сэкономлено за счет перепроверки тарифов, которые изначально оказались завышенными. Все последние годы мы активно занимались модернизацией коммунальных предприятий и заменой ветхих инженерных сетей. Наградой за это трудствовало 45-процентное снижение числа аварий на различных сетях в 2014 году по отношению к 2013 году. Вместе с этим наметилась тревожная темп для снижения темпов замены ветхих тепловых сетей. Глава региона обратила внимание всех муниципалитетов на проблему ветхих инженерных сетей. Как отметила Наталья Комарова, этот вопрос не решится сам собой. При этом излишняя нагрузка на теплосети и кошельки потребителей создается за счет нерационального использования теплоносителей. Округ продолжает субсидировать сферу ЖКХ, ограничивать индексацию тарифов или смягчать ее последствия. Все семьи, для которых доля расходов на ЖКХ в домашнем бюджете превышает 22%, становятся получателями субсидий. На эти цели в 2014 году был выделен 741 миллион рублей. Непосредственную поддержку получили 34 тысячи югорских семей. По итогам ушедшего 2014-го, все многочисленное население нашего округа может гордиться 106 спортивными объектами, возведенными в различных муниципалитетах, в том числе лыжной базой в Пытьяхе и спортивным комплексом «Жемчужина Югры» в Нефтьюганске. Также Наталья Комарова рассказала о работе агропромышленного комплекса. Югра сделала существенный шаг вперед в решении актуальной для всех югорчанцев, для всей страны задачи по повышению продовольственной безопасности. Так, на дистанции 5 лет объем сельхозпроизводства вырос с 5,4 до 8,6 миллиардов рублей. Число фермеров за это время практически удвоилось. На них приходится 65% всего производства. Сельские труженики пользуются всесторонней поддержкой правительства округа. Так, субсидии на объекты агрокультуры, поголовье крупного рогатого скота и растеневодство способствовали развитию ферм и активному импортозамещению. Елена Галиман, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». К ремонту дорожного полотна в Нефтьюганске планируют приступить летом. Напомним, в этом году запланирована реконструкция набережной и коммунальной. Кроме того, в порядок приведут покрытие еще на шести участках. Как будут следить за качеством работ, смотрите в нашем сюжете. На развитие транспортной системы Нефтьюганска в этом году выделили почти 147 миллионов рублей. Этих средств хватит лишь на 5,5 километров дорог. Однако асфальтирование обещает быть качественным. После проведения ремонта дорожное покрытие проверят в лаборатории. По мнению специалистов, высокий износ дорожного полотна зависит не только от интенсивности движения, но и от уборки дорог. Зимой лед застаивается в трещинах, а затем по весне вода разрушает покрытие. В этом году нежелательные последствия постараются устранить. Работы запланированы на шести участках. По улице Ленина ремонт отребует отрезок от Парковой до Жилой, а по Усть-Балыкской участок от улицы Нефтяников до Жилой. Проблемным считается проезд 5П. На отрезке от АЗС до проезда 8П речь о дороге в сторону СУ-62, а также развязка возле ГИБДД на пересечении Нефтяников и Сургутской. Кроме того, в план попали дороги в сторону станции обезжелезивания и канализационно-очистных сооружений после сдачи объектов в эксплуатацию. Кроме того, планируется строительство дороги по улице Коммунальной. Этот участок располагается в районе 11-го Бомикрорайона. Сейчас там находится несколько социальных объектов. Километр дороги починят за 62 миллиона рублей. Еще 33 миллиона пойдет на реконструкцию набережной на участке от Укса до Позитроники, где впоследствии появится светофор. Отметим, сейчас город активно готовится к 9 мая. В связи с этим ведется ямочный ремонт на всем пути следования Парада Победы. Кристина Кольшерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Более 44,5 миллионов рублей выделят югорским ветеранам на приобретение жилья. Средства планируют направить из резервного фонда. Отметим, в этом году в список были включены 23 человека. Им будут предоставлены единовременные денежные выплаты, которые составляют почти 2 миллиона рублей. Простая экономика в эфире. Уровень безработицы в Югре самый низкий в России. По данным РБК, на тысячу трудоспособного населения в автономном округе приходится 3,5 зарегистрированных безработных. Это самый низкий показатель в нашей стране. Таких результатов удалось достичь благодаря планомерной работе, проводимой правительством региона совместно с профильными федеральными ведомствами, отметили в пресс-службе губернатора. За счет создания более 27 тысяч постоянных и временных рабочих мест на конец 2014 года уровень зарегистрированной безработицы снизился до 0,45%, что в 2,5 раза ниже среднероссийского значения. Центробанк разработал поправки в правила электронного оформления ОСАГО, согласно которому пройти процедуру онлайн не смогут автомобилисты-новички. В проекте говорится, что договор обязательного страхования не может быть заключен в виде электронного документа, если представленные страхователем сведения отсутствуют в автоматизированной информационной системе ОСАГО. Передают известия. Иными словами, те водители, которые впервые приобретают обязательную страховку, должны будут лично прийти в офис компании. Напомним, возможность оформить полис через интернет появится с 1 июля 2015 года. В Югре сократят срок выдачи разрешения на строительство до 100 дней. Такое решение было принято на заседании проектной команды по вопросам инвестиционной деятельности региона. Сейчас сроки получения подобного документа составляют от 130 до 140 дней. По мнению специалистов, это поможет привлечь в округ еще больше инвесторов, сообщает пресс-служба губернатора. Субтитры предоставил DimaTorzok Списать не получится. На входе ребят встречают металлодетекторы, а в классах работают камеры видеонаблюдения. Так что воспользоваться шпаргалкой, скачанной на новомодный смартфон, который сейчас есть почти у всех современных школьников, теперь намного труднее. Все как на ладони. Что касается безопасности, все дети сдали свои вещи, запрещенные вещи, так скажем, телефоны, калькуляторы. Все осталось в помещении для личных вещей, которые находятся на первом этаже до входа в пункт, до рамки обследования. Но вот пока все идет так, как мы и планировали. Ирина Маташкова сдает репетиционный экзамен в стенах родной школы. Девушка решила, что будет пробовать свои силы только на базовом уровне, так как не планирует связать будущее с техническими специальностями. Ее мечта – стать прокурором. И принятые меры при проведении экзамена ей кажутся приемлемыми. Я думаю, в принципе, необходимо, чтобы не списывали, не проносили ни телефон, ни какие-то там, ну, шпаргалки, или еще что-то, чтобы вы действительно готовились и сдавали все своим умом, скажем так, своими знаниями. Сегодня в городе работали три пункта сдачи репетиционного экзамена. Вторая школа, пятая и десятая. В общей сложности свои знания по математике проверили 600 выпускников. Результаты станут известны через неделю. Никита Чебыкин, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Проект – это только начало. Нефтеюганские школьники приняли участие во Всероссийской многопрофильной олимпиаде «Будущее России». 13 работ из 20 заняли призовые места. Всероссийская олимпиада «Будущее России» проводится впервые. Более тысячи школьников со всей страны представили свои проекты на суд строгого жюри. Темы, которые выбрали ребята, достаточно необычны. Это в том числе изучение ядерного реактора, поставка лучших материалов в космос и постройка гравитационного аппарата. Участники интеллектуального конкурса не просто рассказали о своих идеях, а еще и оценили возможность их воплощения. Ученика седьмого класса Александра Панышева волнует катастрофа, которая произошла на Чернобыльской атомной электростанции. Школьник задумался над тем, чья это вина и реально ли было предотвратить трагедию. Во время моего исследования атомных электростанций мне пришла первая идея, как уберечь его от ошибок в работе персонала. Я решил попробовать сделать специальный отсек, который при нагревании жидкости определенной температуры, уже критической, он открывался и вся ядерная жидкость, она бы разливалась по нескольким канистрам. Застывшая красота в рамках фестиваля «От замысла к творчеству» в седьмой школе провели интересный мастер-класс. Преподаватели технологии и педагоги дополнительного образования делились опытом и лепили розы из холодного фарфора. Кукурузный крахмал, клей ПВА, масло и немного энтузиазма. Вот что нужно, чтобы сделать холодный фарфор в домашних условиях. Участница мастер-класса Елена Ледяева призналась, что впервые слышит о таком материале и технологии его изготовления. Холодный фарфор для меня это, конечно, что-то новое, поэтому очень интересно узнавать что-то новое, учиться этому. Тем более, что-то такие необычные вещи, которые можно создавать своими руками, это всегда интересно. Алевтина Крылова представила свои наработки на творческом занятии. Учитель технологии принесла на мастер-класс и готовые изделия. Такими цветами можно украсить кольца, серьги и браслеты. Получается неординарная бижутерия. Ювелирную работу по достоинству оценили все присутствующие. Педагог уже успела научить тонкой работе своих учениц. На каких-то уроках делают. После уроков приходят некоторые, что делают. Увидели на меня там красиво, Людмила Валерьевна, покажите нам тоже, как нам нужно сделать. Конкурсный этап «Учитель-мастер» – это своеобразная площадка для обмена опытом. Преподаватели пробуют себя в чем-то новом, чтобы затем заинтересовать молодое поколение. Они делятся, во-первых, опытом, во-первых, они показывают свою работу, свои какие-то новые идеи. И все учителя, которые посещают эти мастер-классы, они берут себя на вооружение само собой. И это не единственное мероприятие, которое проходит в рамках фестиваля «От замысла к творчеству». Также в Нефтьюганске работает выставка декоративно-прикладного искусства. А с завтрашнего дня юные мастера начнут представлять свои креативные проекты. Никита Чебыкин, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Мы продолжаем нашу рубрику «Бессмертный полк». К акции присоединяются все новые ребята, которые делятся невыданными историями о героическом прошлом своих предков. Сегодня ученица шестой школы Камила Баимова расскажет о славном прошлом своего прадеда-кавалериста. Мой прадедушка Баимов Алейдаутович родился 15 мая 1924 года в Кургазинском районе Башкирской АССР. Ему не было еще 17-ти, когда по Косомольской путевке участвовал в строительстве железной дороги Сверловск-Тюмень. С малых лет не боялся мой прадедушка физического труда, был крепок и телом, и духом. Когда началась война, летом 1942 года, мой прадедушка стал солдатом Красной Армии. В тылу врага успешно действовали кавалерийские части 1-го Белорусского фронта. Для их пополнения подбирали сельских парней, умевших держаться в седле. Вот так мой прадедушка Баимов Алейдаутович попал во второй кавалерийский корпус генерала Крюкова. Под покровом темноты, по лесам и болотам пробирались кавалеристы в глубокий тыл врага, соединялись с партизанами и громили фашистов. Часто приходилось сражаться лицом к лицу с фашистами, участвовать в смертельных сватках. Побеждались сильные, ловкие, бесстрашные. В их числе был и мой прадедушка. Пройдя дороги войны, мой прадедушка знал цену жизни и мог постоять за жизнь, неважно, за свою или чужую. И последнее. Считанные дни остаются до проведения тотального диктанта. В эту субботу за парты сядут жители всего мира. Нефтьюганцы могут присоединиться к акции. Места для желающих остались во второй и девятых школах. Это все на сегодня. Всего вам доброго и до встречи в эфире.